Лука, 22 глава. Приближался праздник опресников, называемый Пасхой. Видите? То есть, он объединяет это одно, хотя вроде бы считаются два разных праздника. И искали первосвященники и книжки, как бы погубить его, потому что боялись народа. Видите, Божьему, мы недавно говорили, что как понимать Божьи времена и сроки? То есть, он должен умереть, когда? На Пасху. И вот они искали, как бы погубить его. То есть, времена и сроки. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. «Настал же день опресников, в котором надлежало заколоть пасхального Агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте, нам есть Пасху. Они же сказали ему, где величину приготовить? Он сказал им, вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Представляете, что значит Бог, все видения Божьи. Вы войдете в город, и Он знает, что будет уже, кто там встретится, как кто из... То есть, это за пределами нашего, так сказать, восприятия, понимания. Вы последуете за Ним, и Он покажет, и Он в дом, в который войдет Он. И скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И Он покажет им горницу большую, устланную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда же настал час, Он возлег с двенадцатью апостолов с ними. То есть, двенадцать, Иуда тоже там был. И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. То есть, опять вот этот тип fellowship, который сейчас у них, он уже больше не будет, пока они уже не будут уже там на небе с ним. Взяв чашу и благодарив, сказал, примите и разделите ее между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божье. И взяв хлеб, благодарив, преломил, подал им, говоря, сие из тела моего, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечерей, говоря, сия чаша есть, которая из завет в моей крови, которая за вас проливается. Проливается, видите, за вас. Хлеб за вас отдается, чаша за вас. И тут же он говорит, что вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, сын человеческий идет по предназначению. Но горе тому человеку, которым он предается. Остановлюсь на секунду. Значит, говорят так. Люди говорят. Конечно, неправильно говорят. Они говорят, ну, этот человек не виноват. Почему? Потому что это предопределено Богом. То есть, как бы люди снимают с него ответственность. Неправильно люди говорят. Потому что человек, запомните, человек не запрограммированный. Все, что человек делает, он делает, потому что он так выбирает делать. Он говорит, что, он говорит, что он сказал здесь. Вот рука предающего со мной. То есть, вот предатель здесь сидит. Предатель сидит со мной за столом. И тут же он говорит, что, 22 стих, что сын человеческий идет по предназначению. То есть, ага, ну так Бог определил предать. Значит, он положил ему на... Но это не Бог положил на сердце ему предать. Сказано, что и сатана вошел в него, а не Бог. Понимаете? И тут же он говорит, но горе тому человеку. А, значит, одну минуточку. Так если это от Бога, значит, видите, значит, это не от Бога, значит, вина-то на человеке, потому что горе ему. То есть, если что-то Бог определил, то если Бог знает, что будет, это не значит, что Бог так определил ему предать. Просто Бог знает, что он так сделает. Но это значит, что Бог положил ему на сердце совершить предательство. Ни в коем случае. И самое главное, что это не снимает с человека ответственность, потому что горе ему, он понесет вину за это, он понесет какое-то горе за то, что он выбрал это делать. Но они стали спрашивать, кто, кто, неважно. И вот он говорит, 24 стих, «Был спор между ними, кто из них должен почитаться большим?» И вот он говорит, что цари господствуют над народами и владеющими благодетелями называется, а вы да не так. Но кто из вас больше, будь как меньше, люди до сих пор не могут это усвоить. И мы не можем это усвоить. И начальствующие, как служащие, мы это тоже не можем усвоить. Причем в мире не могут усвоить, это само собой. И в церкви это не могут усвоить. И тебе дается, допустим, высокое положение в церкви апостолы или пресвитеры, или там, я не знаю, кто ты в церкви. И это не для того, чтобы вокруг тебя все ходили и вот так. Это тебе дается высокое, большое положение. У тебя много власти в церкви, потому что церковь – это царство небесное. У тебя большое положение и много власти в церкви для того, чтобы, пользуясь всей этой властью, ты был как служащий. Понимаешь? Вот он – Сын Божий, вся власть. И он у вас, он как самый служащий, он им ноги умывал. Чем больше власти положения в церкви, тем больше ты служащий. Понимаешь? То есть все наоборот, как в мире. Понимаешь, что я говорю? Все наоборот. Но что мы видим в церквях, мы как раз видим то, что мирское, вот этот вот этитюд. Вот он такой, и все люди вокруг его. А он, понимаешь, он так идет, как волнорез такой. Это мирское этитюд. Это не его. Это – it's not the same spirit. У него не было такого. Он говорит, 27 стих. Ибо кто больше возле… А говорит, а я посреди вас, как кто? Как служащий. Цари господствуют над народами. И владеющие ими благодетелями называется. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньше. Вы это видите? Нет, вы это не видите. И плохо, что не видите. А так должно быть. И начальствующий, чем больше ты начальник, тем больше ты слуга. Но вы прибыли, 28-й, со мною в напастях моих. И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство. Дойдите и пьете за трапезой мою в царстве моем. И сядете на престолах судить двенадцать колен Израилю. Ну, дальше он говорит, что… Потом он говорит Петру, что вот сатана просил сеять. Ну, я, говорит, молился о тебе, потому что он видел, что он отречется от него. Он говорит, я с тобой готовить и в темницу, и на смерть. Он говорит, ну, ты от меня отречешься три раза. Ну, и другие то же самое говорили. Вот, ну, вот до сих пор, так. Значит, смотрите, что мне здесь понравилось. Первое. Несколько, может быть, мне не совсем связано получится, но несколько таких поинт. Первое. Помню, я когда-то разговаривал с одним человеком, проводил хлебопреломление, верующий такой уже много лет. И он не принимал хлебопреломления. Потом сам ко мне подходит, я даже не видел. Он говорит, ты заметил, что я не принимал? Я говорю, нет, не заметил. Говорит, ты знаешь, почему? Я говорю, нет. Ну, потому что, говорит, я не вижу связи между Пасхой и хлебопреломлением. Я не вижу никакой связи. Окей. Посмотрите, что мы сейчас прочли. 14 стих. Когда настал час, он возлег и двенадцать апостолов с ним. 15 стих. И сказал им, очень желал я есть с вами, что сию Пасху прежде моего страдания. И потом он посылает учеников для этого, говорит, идите, приготовьте. То есть, и потом он учреждает это служение, которое мы сегодня называем служением хлебопреломления. Или мы его называем служением причастия или Господней вечеря. Это одно и то же служение. И это мы отсюда знаем. Мы так молимся над этим хлебом, молимся над этим вином. Окей. И мы это называем хлебопреломлением. Тот человек говорит, я не вижу связи. Между Пасхой и хлебопреломлением не просто есть связь. Хлебопреломлением – это и есть Пасха. Окей. Он говорит, очень желал я есть с вами Пасху сию. И говорит о своем теле, и говорит о своей крови, и говорит о хлебе. Это и есть Пасха. А он говорит, я не вижу связи. Тут не просто связи нет, это оно и есть. Чтобы вы знали, что когда мы это делаем, мы совершаем Пасху. Что мы делаем сейчас? Да, но это и есть Пасха. Потому что что было на Пасху? На Пасху был заклан Агнец Пасхальный. И потом нужно было это есть. И потом нужно было нанести кровь этого Агнеца. Для чего? Чтобы губитель не вошел в твой дом. Чтобы губитель тебя не погубил. Он говорит, я есть Пасхальный Агнец. Я есть Пасхальный Агнец. И он дает себя, он дает свое тело. Он дает свою кровь. Потому что это и есть истинное питье. У Иоанна, когда он говорил, что кто не будет есть мои плоти и не пить мою кровь, тот не имеет. И многие люди, помните, они не могли это слышать. И они отошли от него. Они не могли это слышать. И сегодня люди верующие, они люди новозаветные, они не видят связи. Они не видят связи между Пасхой и хлебоправлением. А когда мы делаем хлебоправление, мы делаем Пасху. Потому что это он и есть. Когда ты принимаешь, когда ты вкушаешь его, принцип какой? Ты должен вкушать его. Ты должен его есть и ты должен его пить. Потому что тогда ты будешь иметь жизнь вечную. Как тебе иметь жизнь вечную? Он есть жизнь. А чтобы тебе иметь эту жизнь, тебе нужно его как-то съесть. Или, я не знаю, понимаете? Это духовные такие вещи. И вот он сказал это, вот это вот, вот это есть символ моего тела. Ешьте его, и это есть символ моей крови. Кто может слушать это? Кто это может? И когда ты так будешь делать, то это погибель, которая грядет на весь этот мир, потому что мир этот обречен, то она тоже минует тебя, понимаешь, в этом смысл. Иисус Христос мы видим здесь уже в самом конце своего служения земного. И Он есть пасхальный агнец. И Он знает, что Его ожидает и что с Ним будет. И вот ученики к этому времени уже были с Ним три или три с половиной года. Это для них как бы итоговый экзамен. Они с Ним были три с половиной года. Сейчас это уже конец. Сейчас Он будет уже заберут его, будет распят. И вот последний вот этот фэллошип с учениками, они делают эту Пасху. И вот мы видим, как они сдали финальный экзамен свой. Иуда предал его. Остальные ученики, потому что он разочаровался в нем. Я вам уже говорил, почему он разочаровался. Потому что он думал, что он как бы мессия. Но он мессия, который он бы хотел. Какой он быть мессией? То есть он должен прогнать римлян, установить эти вот дни в Израиле, какие он считал нужным. То есть у него своя адженда была. Он не исполнил его адженду. То есть он, видимо, не согласился с этой песней, что мы пели «It's all about you», «It's not about me». То есть он бы, наверное, не пел бы эту песню. Потому что у него своя адженда была. Другие ученики не предали его, но они не поняли, вот то, что я им говорил, они не поняли смысл его служения. Потому что они в то время, когда он говорит о своей смерти, о своем, что он отдает свое тело и свою кровь, в это самое время о чем они спорят? Кто из них больше? Только что он сказал, что кто из вас больше, должен быть как меньше. То есть если ты больше, если ты считаешь, что ты самый большой, значит ты должен служить тем, которые меньше. Чем ты больше, тем больше ты служишь. То есть чем ты больше, тем меньше ты для себя что-то делаешь, тем больше ты служитель. Что такое служитель? Служитель – это который служит. В нашем понятии служитель уже приобрел какое-то мирское имя нарицательное, то есть он большой служитель, это значит, что все ему служат. Но, он говорит, вы не будьте как цари, если ты служитель, то что твое, вот он спаситель, значит, что делает спаситель? Спасает, а служитель это что делает? Служит, само имя говорит. А я очень большой служитель, значит, ты очень много служишь. Я маленький служитель, значит, ты чуть-чуть служишь, понимаете? У нас же наоборот, я очень большой служитель, значит, что все мне служат. Но, тогда не носи имя служитель. Иисус Христос был самый большой служитель. The biggest. И поэтому его служение, оно было, поэтому он говорит, кровь, кровь сия проливается за кого? За вас. Помните, я сделал emphasis на это? Тело отдается мое за кого? За вас. За кого за вас? За тех, которые предали меня. Я отдаю свое тело, он говорит, я отдаю свою кровь за того, который сейчас три раза отречется от Митя. С клятвой отречется. Стал божиться и клясться, что он никогда не видел этого человека. Помните Петр? Это он за такого, который отрекается от него, он отдает свою кровь, отдает свое тело, идет на эти ужасные страдания, эти мучения. Понимаете? То есть, когда мы служим, вот ты служитель, я служитель, да, я не против послужить, но я хочу какой-то appreciation. How about that? Вот пастор у меня, там есть какие-то пасторские, там, appreciation, и мы хотим. И вообще, мы все хотим, что ты делаешь, ты хочешь, чтобы тебе что-то сказали, вот, really good job, или там что-нибудь. То есть, мы хотим какой-то appreciation, почему? Потому что это нас как-то стимулирует. Мы хотим, тогда я мотивирован еще раз делать то, что я делаю. А, так что это у тебя за мотивы такие интересные? Меня похвалили, I've been appreciated, I'm gonna do it again. Так, а чего ты хочешь do it again? Чтобы еще раз, еще похвалили, еще appreciation. Ну, а как насчет служить тем, которые тебя потом отрекутся от тебя, склятываешь, и никогда не знали тебя? Те, которые с тобой жили три с половиной года день и ночь, а потом говорят, я никогда его не знал. Этому хочешь послужить? Хоть чуть-чуть? Нет. А что я буду служить? Это же как бы на ветер все бросать. Ну, так это вот то, что он делал. Понимаешь? А вот, когда мы служим, мы когда не видим, мы не видим какой-то отдачи, то уже опускается рука, и уже не хочется этому человеку второй раз. Почему? Потому что в пустую как бы, как об стенку, как мы говорим. Ну, так вот об стенку. Три с половиной года об стенку. Так вот, я теперь, я умираю, я иду на мучения за вас. За вас. За вас. Как у нас здесь дела обстоят? Не очень дела обстоят здесь. Понимаете? И вот он служит. Мы часто путаем служить человеку и угождать человеку. Разница есть? О, еще какая. Какая разница? Когда человек угождает человеку, то в этом, какой у него мотив? Если я хочу вам угодить, то это не потому, что я тебя, вас люблю. Я хочу вам угодить ради кого? Ради самого себя. Потому что написано, что они будут слушать слова, помните, будут тикклинги и как там… Щикотать. Да, будет им говорить. Или проповедник говорит то, что люди хотят слушать. Почему? Потому что он хочет, чтобы была большая аудитория, чтобы потом его понимали. То есть для кого он льстит человека? Для себя. Понимаешь? Это он угождает человеку. То есть это, когда человек угождает человеку, кажется, что он… Но. Он людей не любит. Это он делает для себя. И он дает человеку то, что люди хотят. Но. Это не нужно так делать. Это не Божье. Бог не дает человеку то, что люди хотят. Бог говорит, Бог знает, что вам нужно. И Он дает вам добро. То есть, добро с точки зрения Его, что есть добро. Служить человеку – это значит служить человеку так, как Бог хочет. То есть, по воле Бога, по Его путям, по Его принципам. Это большая разница – или служить человеку, или угождать человеку. Павел говорит, если бы я угождал людям, то я не был бы рабом Христа. Поэтому вы должны это тоже видеть. То есть, служить человеку по воле Бога – это дело для Его пользы с точки зрения, как Бог видит, что это польза. И вот здесь мы видим, что Иисус Христос учреждает вот это служение, пасхальное служение. И Он что иное делает, как Он утверждает закон. Не закон, а завет. Давайте посмотрим послание к евреям, 9 главу. Отношение Богом с человеком, отношение, запомните, я когда-то говорил, отношение Бога с человеком всегда строится на завете. Всегда. Если вы посмотрите с самого начала, когда появился первый человек, уже Бог, уже появились заветные отношения. Бог сказал, вот с этого дерева ты все делай, все, что хочешь, только вот этого дерева не трогай. А если ты возьмешь, то тогда ты смертью умрешь, то есть, тогда ничего не получится. То есть, какой-то agreement какой-то сразу. Почему? Потому что, когда человек, когда Бог устанавливает заветные отношения, то это возлагает взаимную ответственность на обе стороны. Скажем, поэтому Бог благословил заветные отношения между мужчиной и женщиной. Бог не благословил просто сожительство мужчины и женщины. Почему? Потому что у мужчины и женщины, которые не стоят в браке, нет заветных отношений. Это что значит? Это значит, что они не несут никакой ответственности друг перед другом. Что такое брак между мужчиной и женщиной? Мужем и женой. Что такое? Это завет, что она дает обещание ему, а он дает обещание ей. И если кто-то нарушает определенные обещания, значит, они нарушают завет, но там они уже разбираются дальше, что им делать. Но он должен как муж, а она должна как жена. Поэтому молодые люди, когда я вижу, молодые люди, совсем молодые, вступают в заветные отношения, не имея никакого понятия о той ответственности, о том, что их ожидает. Я на них смотрю и думаю, упс. They don't know what they're getting into. Да? Так они говорят. Это завет. Это называется, Библия говорит, в узы завета. Это узы. Завет – это узы. And you better be ready for this узы. Люди вступают в заветные отношения, и они не готовы для этого. Они хотят жить так, как они жили до того года. Ну, все, они уже не должны жить так, потому что у них еще есть, уже узы появились, а он не хочет узы. Ну, так не надо вообще тогда заниматься этим. Нет, он. То есть, это проблема. В этом смысл завета. И поэтому у Бога всегда с человеком есть завет. Есть завет условный, а есть завет безусловный. Есть завет, который зависит, скажем, от того, как… Если ты будешь соблюдать вот эти вещи, то я тебя благословлю. А если ты не будешь, значит, будет соответствующая последствия, то есть, взаимная. А есть безусловный завет. То есть, Господь говорит, я это сделаю, все, regardless. Сказал Бог, сказал Аврааму, я произведу от тебя великий народ, и все. И хочешь ты этого, или не хочешь. Бог сказал Давиду, я произведу от тебя, у тебя будет сын, который построит мне храм. То есть, ну, речь идет о Иисусе Христе. То есть, я тебя избрал, и я это сделаю. Все, Давид, будь здоров. Но у нас отношения с Богом, поэтому у нас заветные отношения. И вот эти благословения, которые по завету, они, оказывается, вступают в силу, когда после смерти завещатель. Вот, например, когда вот человек тебе оставляет завещание, и вот вроде бы ты по завещанию имеешь там много чего. Он, ну, человек завещатель жив, поэтому вроде бы по завещанию у тебя много чего есть, а на самом деле у тебя ничего нет. Вот, поэтому, когда блудный сын тогда, помните, отцу говорит, дай мне, говорит, мою часть, моего наследства. Когда отец жив, ты не можешь требовать наследства, потому что наследство вступает в силу, когда отец умирает. А он говорит, то есть, он сделал такую плохую вещь, что он не просто взял и растратил имущество, он, в принципе, похоронил своего отца. Он сказал, что отец, ты для меня мертв, давай мою часть и будь здоров. It was really bad. It was really bad. И вот смотрите, что написано в послании к евреям в 9 главе. Стих, по-моему, где-то вот с 15. Да. Вот смотрите. Потому он есть ходатай Нового Завета, дабы впоследствии смерти его, бывшие для искупления от преступлений, соделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. 16. Ибо где завещание, смотрите, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, то, что я вам сказал. 17. Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и Первый Завет был утвержден не без крови, ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью, червленой и так далее, и окропил как саму книгу, так и весь. То есть без крови, без крови нет завета. И поэтому мы этот образ, эту идею, этот смысл мы видим еще при Моисее. Поэтому вот когда он заключал завет, то есть Первый Завет, закон, закон уже дал через Моисе. Первый Завет какой? Это Первый, это Ветхий Завет. То есть если вы соблюдаете заповеди, вы будете моим народом, и я вас буду благословлять. Окей? Согласны? Согласны. И он взял кровь, то есть была совершена какая-то смерть. Кровь – это смерть. И он окропил. Но мы прочли в 15 стихе, что он есть ходатай Нового Завета. То есть когда мы делаем хлебопроломление или Пасху, то мы, что мы говорим? Это что он делает? Что он говорит Христосу? Он делает не что иное, как он учреждает Новый Завет. То есть он проливает свою кровь. Он провозглашает благословение, он провозглашает будущее, но оно вступает в силу после смерти завещателя – это он. Поэтому если он не умрет, nothing is going to happen. Дальше смотрите, вот этот стих 15, еще раз внимательно. Потому что он есть ходатай Нового Завета, дабы впоследствии его смерти, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию. Вот обетование, вот завещание. Какое завещание? Вечное наследие, жизнь вечную, получили обетованное. Да, но эти люди грешники, как им это дать? Откуда я знаю, что ты грешник? А что тут сказано? А что показывает, что ты грешник? Что показывает? Бывший для искупления преступлений, сделанный где? А, значит, для чего Первый Завет? Для спасения? Но для чего Первый Завет? Правильно, чтобы показать, что мы грешники. А Вторая, Второй Завет, его смерть для чего? Чтобы искупить тех людей, которые грешники по Первому Завету. Понимаете, для чего заповеди наны? Итак, это тонкий момент. Для чего заповеди? Заповеди наны, для чего Бог знал, что человек не может исполнить заповеди. Для чего ты их даешь? Для того, чтобы показать, что ты преступник. Я тебе даю заповедь, ты ее преступаешь, и ты преступник. Как мне теперь получить наследие? Для этого Бог учреждает, что Новый Завет, который вступает в силу после смерти завещателя, который есть Иисус. К нему подходит молодой парень, говорит, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Помните этот молодой, симпатичный человек, пришел? Он говорит, ну хорошо, а что Господь? Он не говорит, надо верить в меня, он ничего такого не говорит. Он говорит, соплютай заповеди, какие вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. No problem. Я их все сохранил с детства. Что он говорит? Он сам не понимает, что он говорит. Согласно этому тексту, Первый Завет показывает наши преступления, а он говорит, что у меня нет никаких преступлений. У меня нет преступлений. Если у тебя нет преступлений, то для чего тебе тогда Новый, Второй Завет, и для чего тебе смерть Иисуса Христа? Она мне не нужна, потому что I'm fine даже в Первом Завете. Поэтому иудеи сегодня, им говорит, что Иисус Христос умер, что Он умер для жизни вечной, чтобы дать тебе прощение. Говорит, ну мне не надо, я нормально, я себя нормально чувствую. Так вот же, посмотри на заповеди, а я это все сохраняю, я все соблюдаю, шаббат, все дела. No problem. Это я кушаю, это я не кушаю, это пью. Мизуса у меня висит, все. Эти у меня штучки растут. I'm fine. Это не самое. А? Это не самое. Ну, все у меня в порядке. То есть мне не нужно. Мне не нужно. Понимаете, что я говорю? А Он говорит, если ты не видишь, что ты преступник на основании и соделанных в Первом Завете, то, конечно, тогда, видите, Новый Завет дан для чего? Дабы впоследствии смерть его, бывшая для искупления. Смерть его дана для искупления преступлений. А Он говорит, а у меня нет преступлений. Значит, Он не приходит к Иисусу Христу. Человек не мог прибыть в Первом Завете. В Завете Моисея. Почему? Потому что закон, был дан закон, говорит, соблюдай закон, и все будет хорошо. Закон какой? Духовный. А человек платян. То есть духовные требования закона человек не в состоянии исполнить. Господь говорит, хорошо. Говорит, вы не смогли сделать Первый Завет, вы в нем не прибыли, вы не устояли. Поэтому я заключаю с Домом Иуды и с Домом Израиля, Иеремия 31 глава, Новый Завет. Требования закона изменились? Нет. Они духовные. Поэтому Господь говорит, я вас сделаю, что духовными, то есть такими, что вы будете в состоянии пребывать в Моих заповедях. Что Он делает? Он дает, говорит, я, говорит, ваш дух, каменное это сердце убираю, я вам вложу свой дух таким образом, что вы будете поступать по духу, и у вас исполнятся все требования законы, то есть я сделаю вас духовными, то есть вы будете способны. Я вам могу даже это где-то найти. По-моему, это, по-моему, из-за Кииля где-то у нас есть. Сейчас посмотрю. В это хорошее место сейчас прочтем. Значит, Он говорит, вот 17, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И приду туда, и низвергнуть из нее все гнусности ее и все мерзости ее. Смотрите, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное. Для чего? Для чего? Понимаете? Для чего? Почему они раньше не могли походить по заповедям? Потому что были плотские, плотские. А теперь Господь, а я сейчас вас сделаю, как Павел говорит, способными быть служителями нового завета, окей, Коринфяны? И дам им сердце другое, и дам им новый дух, окей? И что? И они будут ходить в моих заповедях, и будут соблюдать мои уставы. И я буду их Богом, и они будут моим народом. Окей? Yes. Но тут одна проблема. Пришла самарянка к Иисусу Христу. Он говорил, мол, дай мне эту вот воду живую. Но он говорил о духовных вещах. А она же не хочет ходить к колодцу, потому что она же такая женщина была, да. Дай мне, чтобы я сюда не ходила. Он говорит, а ты, говорит, приведи мне мужа своего сначала. Потом дам. А она говорит, а у меня нет мужа. Да. А тот, с которым ты сейчас живешь, и там другие, там еще 5, 6, 10, 15, которые в жиле, тоже не муж я тебе. Так она же поняла, с кем она дело имеет. То есть она живет во грехе. Она живет с мужчиной, который не мужа. То есть она живет с мужчиной без заветных отношений. Господь это не благословил, и Бог сказал, что это «it's not ok». Значит, какой принцип? Ты, говорит, приведи мне сюда свой грех, покайся, исповедуй, положи, и я, говорит, тебе потом дам. Понимаешь? То, что ты просишь. Поэтому мы говорим о том, что получить дух, чтобы ходить по воле Божьей. А дух ты не получишь, если ты грешник. А ты таки да грешник, потому что ты нарушил первый завет, поэтому тебе нужно прощение грехов, чтобы не быть грешником. А чтобы получить прощение грехов, тебе нужно отождествиться с Иисусом Христом, который умер за твои грехи, который снял с тебя твои грехи. Понимаете? Поэтому Он есть учредитель нового завета. Без Него ты не получишь дух, а потому что ты грешник. А если ты не получишь дух, ты не будешь поступать по воле Божьей. А если ты не поступаешь по воле Божьей, you're not going anywhere. Понимаете? You're going somewhere, but you don't want to go there. Понимаете, да? Поэтому Христос говорит, я утверждаю новый завет. И этот завет стоит на чем? На моей жертве, на моей крови, на моем теле, на моей крови. Окей? И если вы отождествляетесь с собой, то вы имеете прощение грехов. Когда вы имеете прощение грехов, то вы оправданы. Когда ты оправдан, то ты получаешь дух. Помните? А как вы сыновья, то Бог... Как вы сыны, то вам Бог дал что? Дух усыновления. То есть, не сначала дух, и ты стал праведником, но ты был оправдан по вере, Галаты, а когда ты получил оправдание по вере и получил усыновление, а как ты сын, то ты получил и духа усыновления. Вы понимаете, что... Поэтому здесь мы видим, что он утверждает, учреждает Новый Завет. Новый Завет. Писание говорит в послании к римлянам, что закон был ослаблен плотью. Римляне. Восьмая глава. То есть, мы из-за нашей плоти, потому что мы плотские, мы не можем исполнить, мы не можем ходить в воле, мы не можем ходить по Божьей воле. Окей? Потому что я плоской человек. Я просто неспособен. Понимаете, человек неспособен. Говорят, вот он очень хороший человек, он... No. Человек, не рожденный свыше, не имеющий духа, он потенциально не способен угождать Богу. Поймите это. Для того, чтобы угождать Богу, человек не просто должен иметь дух, это как минимум, он должен поступать по духу. Потому что я могу иметь дух, и я могу по-прежнему жить. It's all about me. Окей? И ты можешь молиться языками, сколько ты хочешь, но если ты не surrender to His will, если ты не делаешь то, что Бог хочет, то ты не будешь исполнять Его волю. Поэтому самое главное, и Галата, я уже не пойду сейчас туда, он говорит, это обетование, чтобы получить обещанного духа. Самое главное – получить обещанного духа. Обещанного духа. И люди получают дух. А теперь – это еще полдела получить дух. А теперь нужно поступать по духу. Окей? Чтобы ходить. Вот так нужно. Основная цель и последняя, ultimate goal – это ходить по Божьим путям. Понимаете? Но на это способен только тот человек, который имеет дух, который человек не получит, если он грешник. Он должен быть оправдан. Поэтому нужно прийти к Иисусу Христу. Для этого и дается, для этого и пролитие крови, потому что должен быть смерть завещателя. Мы прочли где-то… А можно еще? Знаешь, какое место, Миша, пожалуйста? Первое послание к Коринфянам, 11 главу. Первое, Коринфянам, 11 глава. Вот он говорит, с 23 стиха. Он говорит, «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Видите? То есть, он не учился у человека. Павел не учился у человека. И то Евангелие, которое он… Он говорит, это не человеческое Евангелие. То есть, это не то, что я ходил в библейскую школу, и там меня кто-то научил. Но он принял прямо от него. И теперь он говорит, да. Вот. И он возблагодарил Приламинского, примите, едите, сие тело мое за вас, ламимые. Сие творите в мое воспоминание. В Коринфянах была проблема. Они собирались на Господнюю вечерю, они там наедались, они там напивались. They had a good time. И это очень страшно. Почему? Потому что они это делают в осуждении себе. От этого многие болеют и умирают. Он говорит, это вот этот хлеб и это вино, это исключительно about me. Окей? И к этому относиться нужно, вот как это я. Понимаешь? Это ты меня вспоминаешь. Это ты вспоминаешь мою жертву. Так же и чашу. После вечерей сказал, сия чаша, и стой завет в моей крови. Видите, завет в моей крови. Почему? Потому что завет вступает в силу после смерти завещателя. Сия творите, когда только будете пить в мое воспоминание. То есть, если ты хочешь пить, у тебя жажда, то пей что-то другое. Если ты голоден, то ешь что-то другое. Это не имеет никакого отношения к твоим физическим потребностям. Это исключительно речь идет о том, ты должен понимать, что ты делаешь, что ты ешь и что ты пьешь. Иначе это может плохо кончиться. Иначе благословение может стать проклятием. И дальше он говорит, ибо всякий, кто ест, и когда вы едите хлеб сей, и пьете чашу сию, то есть конкретно, вы возвещаете смерть. То есть, мы должны это делать. Это и есть пасхальная служба. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, он будет виновен против тела и крови. То есть, недостойно – значит, не рассуждая. Он так и говорит. Да испытывает же себя человек таким образом, пусть ест, а хлеба сего пьет. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение. Что значит недостойно? Не рассуждая о теле Господнем. То есть, он не рассуждает, что он делает. И дальше он говорит, а вы много из вас немощны и больны, и немало умирает. От чего? От того. От чего от того? От того, что делает человек это недостойно. То есть, it's a big deal. И дальше он говорит, если кто голоден, 34 стих, то пусть ест дома, чтобы собираться не на осуждение. То есть, люди делают это недостойно. Они едят и пьют осуждение. Они осуждение. Основная мысль – это то, что Бог учреждает заветные отношения. И ты вступаешь в заветные отношения. Ты скажешь, я уже вступил в заветные отношения много лет назад. Окей. Хорошо. Но Господь говорит, что нужно вот каждый год делать Пасху. А здесь он говорит, что вы должны каждый год совершать вот эту Пасху, где, в принципе, объясняется духовный смысл ее. И сколько это нужно делать? Говорит, доколе он придет. Доколе он придет. Ты получаешь от него жизнь. Ты получаешь от него силу. И у тебя были силы вчера, но для сегодняшнего дня тебе нужны новые силы. Для этого нужно… Его нужно… Там еще мне нравится послание Иоанна. Я часто обращаюсь к этому месту Писания, что человек жив чем-то. Человек всегда чем-то или кем-то жив. И, вот скажем, если ты в машину залил бензин, то она движется чем? Бензином. Если у человека нет энергии, то человек поел, понимая что-то, и у него появилось… Он может функционировать, он может двигаться, он может что-то делать. То есть человек жив чем-то. Христос сказал так. Как я живу отцом, так и вы должны жить мною. Think about it. Что значит, что значит, он жил отцом? Это значит, что он питался им. Когда они пришли в 4 главе Иоанна к нему и говорят… Учитель, вот ешь. А он с самарянкой на этом разговаривал. Они пошли за еду. Он говорит, у меня есть пища, которую вы не знаете. А они думают, а может быть, кто-то ему принес пищу пока… Знаете, вот ничего не понимаю. Нас не было, кто-то его накормил. Он говорит, но моя пища – это творить волю пославшего меня. Понимаете, чем он жил? То есть не хлебом, или водой, или салатами какими-нибудь. А он получал энергию, он получал какой-то импульс, получал какие-то силы от того, что он жил, исполняя угодное Отцу. И вот это давало ему силы идти дальше. И поэтому он проводил время с Богом на горе. Понимаешь, от чего человек получает силы? Он говорит, как я живу Отцом, так и вы должны жить мною. То есть мы должны жить им. Для этого, говорит, меня нужно есть, меня нужно пить. Духовно, конечно. То есть ты им живешь, его интересы, интересы царства, интересы, и они как-то дают тебе вот эти силы. Но это нужно вот как-то все на индивидуальном уровне, это нужно, чтобы это стало реальностью для человека. И вот это вот новый вид отношений. Это новый вид отношений. Когда ты не просто живешь, когда ты не просто живешь для Бога, это хорошо, но это еще полдела. Ты живешь не просто для Бога, а ты живешь Богом. То есть Бог есть твоя пища, и Бог есть твое питье. И когда вот это будет, тогда ты в порядке.